Майский день Внимание! Школа! На торжественную линейку, посвященную последнему звонку, приглашаются выпускники 11 класса и, конечно же, их замечательный классный руководитель Светлана Николаевна Тиваненко. Спасибо. Снова расставайся, когда уйдем со школы. Торжественная линейка, посвященная последнему школьному звонку, объявляется открытой. Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется ученице 11 класса Гурьяновой Людмиле. ПЕСНЯ Продолжение следует... Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители, праздник у нас сегодня особый. Закончились замечательные годы наших выпускников, и сегодня для них прозвучит последний школьный звонок. Услышав его перезвон, вы с грустью вспомните все свои годы, проведенные в школе. Немало знаний вы получили за эти годы, немало друзей, кто-то встретил свою первую любовь. Этот день вы никогда не забудете. Слово для зачтения приказа о допуске государственной итоговой аттестации выпускников предоставляется директору муниципального бюджетного образовательного учреждения Селезненская средняя общеобразовательная школа Кузнецовой Али Ивановой. Приказ номер 20 от 22 мая 2014 года по муниципальному бюджетному образовательному учреждению Селезненской средней общеобразовательной школе о допуске к государственной аттестации обучающихся школы. На основании решения Педагогического совета МБУ Селезненской СОЖ от 21 мая 2014 года номер 4 приказываю допустить к государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной школы в форме ЕГЭ следующих обучающихся 11 класса Акуленко Татьяну Владимировну, Гурьянову Людмилу Сергеевну, Иларионову Маргариту Алексеевну, Исаенко Александра Юрьевича, Малошонка Владимира Владимировича, Симонкову Анжелику Олеговну. Допустить к государственной итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы следующих обучающихся 9 класса Васильеву Анастасию Алексеевну, Вахнина Ивана Владимировича, Вахнина Михаила Владимировича, Ивашкова Николая Павловича, Ивашкову Юлию Павловну, Кулуканову Юлию Александровну, Неведрова Михаила Александровича, Новикова Дмитрия Александровича, Папсуйка Анну Вячеславовну. Давайте навсегда запомним этот день и час, ведь мы прощаемся с вами, а вы со своими учителями из школы. Не счесть, сколько школьных звонков вы услышали за эти годы учебы. Когда-то он был первым, пригласившим вас на первый в жизни урок, а звон последнего пригласит вас во взрослую, новую и самостоятельную жизнь. Вы сегодня собрались на самый, самый сложный в жизни урок. Он у вас последний. Позвенит ваш школьный звонок. И немножечко стало грустно. Кто-то комкает нервно платок. Отвечаем сегодня устно. Всех контрольных закончился срок. А какие они, наши сегодняшние выпускники? Пацаны активные, спортивные, в меру агрессивные и прогрессивные. Любимый школьный предмет – перемена. Когда жизнь бьет ключом. Правда, иногда по голове. На уроках впадают в длительную спячку или придаются глубоким размышлениям на тему. Что будет дальше? Девчонки загадочные, красивые, в меру серьезные. Любимый школьный предмет – зеркало. Любит решать трудные задачи, главное из которых – в чем завтра идти в школу. Также с удовольствием выполняет упражнения по стрельбе. Стреляет глазами направо и налево. Последний урок и последний звонок. Сегодня прощанье со школой родной. И пусть не учебой закончился срок, останутся в памяти долго со мной. О, школа! Ты как бедный, израненный зверь. Но ты не сдаешься и не унываешь. Всегда открыто в знание дверь. С добром ты встречаешь, с добром провожаешь. Есть в школе человек, вызов которому в кабинет загонял душу в пятки. А на его уроках присутствовала абсолютная тишина и дисциплина. И в то же время, несмотря на строгость, этот человек учил нас самому главному в жизни – человечность. Слово предоставляется директору школы Алле Ивановне Кузнецовой. Дорогие выпускники, как вы уже слышали, сегодня прозвенит последний в вашей школьной жизни звонок. Как символ прощания с детством, приглашая вас во взрослую жизнь. Сегодня вам чуть-чуть тревожно, сегодня радостно чуть-чуть. И вас понять, конечно, можно, ведь перед вами новый путь. Он ждет, зовет, страшит немножко, манят в великие дела. Но пусть запомнится дорожка, что в школу каждый день вела. В школе, в семье, в селезнях, в ваших корнях. Поэтому, как бы далеко и высоко вы не залетели, сохраняйте связь с ними. Это поможет вам преодолевать трудности. Сейчас вы выпускники селезняской школы и навсегда ими останетесь. Поэтому мы надеемся, что вы будете дорожить этим званием, так как до сих пор самоотверженно защищали честь своей школы. Сегодня от имени всего коллектива школы я говорю слова благодарности вам, вашим родным и близким, которые занимались вашим воспитанием и привели вам умение дружить, необыкновенное трудолюбие, ответственность. Это на фоне других ваших добрых качеств, о которых уже было сказано, еще, я думаю, вы услышите, всегда помогало вам и, верю, поможет в дальнейшем добиваться успехов. Ну и сейчас, как подтверждение моих слов о том, что вы успешные люди в школьной жизни, позвольте вручить вам заслуженные награды. Для вручения наград прошу помочь заместителя директора по учебно-воспитательной работе Пашетка Надежда Александровна. Грамотой за отличные успехи в обучении награждается Гурьянова Людмила. И вот такой шикарный хранитель информации. Видите, какой красивый. Правда, в традиционной форме, но я думаю, что мы умеем хранить еще и в традиционной, не только на флешке. Спасибо большое. Грамотой за особые успехи в изучении литературы, истории, обществознания награждается Истоенко Александров. Грамотой за особые успехи в изучении литературы, обществознания награждается Малышонок Владимир. Грамотой за активное участие в общественной жизни школы, района, области награждается Куленко Татьяна. Грамотой за активное участие в акции «Милосердие. Благоустройство территории» награждается Иларионова Маргарита. Грамотой за активное участие в поисковой и краеведческой работе школы награждается Симонкова Анжелика. Грамотой за активное участие в общественной жизни школы, района, области награждается Гурьянова Людмила. Грамотой за активное участие в поисковой и краеведческой работе школы награждается Исаенко Александр. Грамотой за активное участие в поисковой и краеведческой работе школы награждается Малышонок Владимир. Грамотой за активное участие в поисковой краеведческой работе школы награждается Гурьянова Людмила Грамотой за высокие спортивные результаты награждается Малашонок Владимир Грамотой за высокие спортивные результаты награждается Исаинка Александр Грамотой за активное участие в акции «Милосердие. Благоустройство территории» награждается Акуленко Татьяна Грамотой за активное участие в общественной жизни школы района области награждается Илларионова Маргарита Грамотой за активное участие в акции «Милосердие. Благоустройство территории» награждается Симонкова Анжелита Дипломом награждается ученица 9 класса Папсуйка Анна Призер муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку И по обществу знания Дипломом награждается ученик 9 класса Неведров Михаил Призер муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по обществу знаний Дипломом награждается Ивашкова Юлия, ученица 9 класса Победитель муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку Грамотой награждается Ивашков Николай за второе место в районном этапе конкурса юных художников «Голотой век русской жизни» Грамотой за отличные успехи в учении награждается Папсуйка Анна Грамотой за отличные успехи в учении награждается Ивашкова Юлия Грамотой за особые успехи в изучении истории и общества знания награждается Неведров Михаил Грамотой за достижение высоких спортивных результатов награждается Василий Иванов Анастасия Грамотой за достижение высоких спортивных результатов награждается Новиков Дмитрий Грамотой за достижение высоких спортивных результатов награждается Ивашков Николай Грамотой за достижение высоких спортивных результатов награждается Папсуйка Анна Грамотой за достижение высоких спортивных результатов награждается Неведров Михаил Грамотой за достижение высоких спортивных результатов награждается Кулуканова Юлия Грамотой за активное участие в общественной жизненной школе района области награждается Папсуйка Анна Грамотой за достижение высоких спортивных результатов награждается Неведров Михаил Грамотой за активное участие в общественной жизни школы района награждается Новиков Дмитрий Грамотой за достижение высоких спортивных результатов награждается Кулуканова Юлия Грамотой за активное участие в общественной жизни школы района награждается Кулуканова Юлия Грамотой за активное участие в общественной жизни школы района награждается Кулуканова Юлия Грамотой за активное участие в общественной жизни школы района награждается Кулуканова Юлия С дипломом награждается Локусев Григорий, победитель муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по биологии. С дипломом награждается Семенюк Мария, призер муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по биологии. С грамотой награждается Колобанов Дмитрий за первое место в районном этапе конкурса юных техников там на неведомых планетах. С грамотой награждается Путева Анастасия за третье место в районном этапе конкурса юных художников «Золотой век русской жизни». Дипломом победителя награждается Фадин Данил, занявший второе место во Всероссийской Олимпиаде по математике. Дипломом победителя награждается Путева Анастасия, занявшая второе место во Всероссийской Олимпиаде по математике. Грамотой награждается Логусев Григорий, занявший первое место в районном этапе конкурса «Юных художников. Золотой век. Русской живописи». Дипломом второй степени награждается Захарова Елизавета, победитель областного историко-литературного конкурса. Я думаю, выпускники простят нас за то, что мы награждали не только их, но свежие грамоты, и за ними очень большой труд. И очень хотелось продемонстрировать вам, что вы молодцы, но и подрастающее за вами поколение, в общем-то, тоже хочется надеяться не ударит в грязь лицом. Пусть ждет вас счастье на пути, удача и везение, и пусть не остановит вас досадное сомнение. Отказавшись от фразы «У меня нет времени», вы скоро поймете, что у вас есть время практически для всего, что посчитаете нужным сделать в жизни. Теперь ваша судьба в ваших руках. Живите по законам добра, тогда рядом с вами всегда будут добрые люди, ведь общество — это зеркало, в котором каждый отражает лик свой. Будьте достойными гражданами нашей великой Родины. Желаю вам успешно сдать экзамены на аттестат зрелости и выбрать правильную дорогу в жизни. Удачи вам, в добрый путь! Напутственные слова на большие успехи в новой самостоятельной жизни сейчас мы услышим от наших гостей. Слово предоставляется заместителю главы администрации муниципального образования Вележского района Валентине Маркияновне Соловьевой. Добрый день, уважаемые выпускники, добрый день, уважаемые педагоги, родители, родственники, всех, кто пришел сегодня на этот праздник. И солнечный день, и вот эта прекрасная погода, и ваше настроение, и самое главное, тот огромный труд, который в течение 11-9 лет приложили наши ребята, сегодня действительно создает праздничное настроение. Поэтому с праздником вас всех, с большим государственным праздником, окончанием учебного года для наших выпускников. И это поздравление я передаю и от себя лично, конечно, и от администрации нашего муниципального образования, и от районного совета депутатов, которые все, ребята, желают вам успехов на дальнейшем жизненном пути. Сегодня последний экзамен, 29-го у выпускников, первый государственный, единый государственный экзамен. Начинают довольно сложную экзаменационную пору и наши девятиклассники. В этом году у них усложняется система экзаменов. Но мы уверены, что вы справитесь. Уверены почему? Потому что вы, конечно, очень хорошо потрудились. Это видно сегодня по тем наградам, которые вручены вам педагогами. И они очень внимательно подошли к оценке ваших заслуг, потому что столько много и самых разнообразных конкурсов прошло, и вы в них участвовали. И, конечно же, за успехи по предметам вы оценены, и все педагоги приложили к этому немало усилий. Ну и самое главное, что коллектив педагогический всегда здесь оценивался как требовательный, способный подготовить выпускников к дальнейшей жизни. И видно, что очень-очень внимательно следят за вашими успехами, помогают вам учиться ваши родные. И сегодня столько много гостей на вашей линейке. И родители буквально каждое слово ловят. Они больше вас, наверное, готовили к сегодняшнему празднику. И, естественно, к окончанию вами школы. Поэтому еще раз мы уверены в ваших успехах. А еще мы уверены, что у вас очень здоровые, крепкие, родные корни. И вы все душой болеете за то, чтобы расцветал, жил, развивался наш родной край. И мы уверены, что ваши силы, ваши знания обязательно пригодятся не только всей России, но и нашему маленькому Вележскому краю. И, конечно же, получив знание, кто-то из вас вернется, может быть, из Селезни, и будет строить такие красивые дома, как сейчас строят уже некоторые жители. Будет помогать развиваться здесь в социальной сфере. И будут дети, будет школа, будет сад. И будет всегда вот такое хорошее праздничное настроение. Ни пуха, ни пера на экзаменах. Ни пуха, ни пера при поступлении в учебное заведение. И еще раз, ребята, это я говорю буквально на каждой линейке, когда езжу по школам, я желаю всем вам трудиться. Так трудиться, чтобы вам было не стыдно за себя, чтобы вами гордились ваши педагоги, чтобы были счастливы ваши родители. Трудиться. Счастья и удачи вам. Слово предоставляется главе Селезневского сельского поселения Новиковой Валентине Павловне. Дорогие наши выпускники, уважаемые педагоги, уважаемые родители, разрешите мне поздравить вас с сегодняшним замечательным праздником. Сегодня у нашего 11 класса последний звонок. Это последняя черта, которая сегодня отмерена, вы видите, в этой школе. Это черта, которая разделяет детство и взрослую жизнь. В детстве все понятно. В детстве рядом родители, педагоги, друзья. Взрослая жизнь – это что-то новое, это самостоятельность, это что-то непонятное. Взрослая жизнь – это то, где придется принимать частично самостоятельное решение. И сегодня вы, переступая эту черту, идете на первый самостоятельный свой экзамен, единый государственный экзамен. После получения аттестата о зрелости вы сможете приобрести профессию, внедрить свои знания, полученные за 11 лет, в жизнь. Для этого вам необходимо поступить, выбрать профессию, с которой вы пройдете по своему жизненному пути. Мне хочется пожелать вам, дорогие выпускники, чтобы вы в своей жизни выбрали тот путь, по которому, пройдя, вы принесете, как вот здесь правильно сказала Валентина Маркиньянна, нашей стране благо. Я хочу, чтобы вы оставались патриотами. Патриотами нашей Родины, патриотами нашего села. Я хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы в свое время участвовали в общественной жизни школы. Вы принимали участие в олимпиадах, в спортивных соревнованиях, в художественной самодеятельности, защищали честь школы и села. Я хочу также сказать огромное спасибо родителям и педагогам, которые, несмотря на трудности, вкладывали в вас знания, учили вас жить, любить, дружить. И я хочу, чтобы в своей дальнейшей жизни вы приобрели хороших друзей, верных, надежных, чтобы вам в жизни встречались только отличные люди. И еще разрешите мне от своего лица, от имени администрации, сказать всем нашим учащимся огромное спасибо за то, что они всегда участвуют в жизни поселения, всегда участвуют в благоустройстве нашего села, чтобы наша деревня стала краше. И от имени администрации я хочу вручить вам вот такой замечательный торт. Сегодня ведь праздник. А вам, дорогие выпускники, в добрый путь. Спасибо. Слово предоставляется директору СПК Селезневский Николаю Александровичу Глуздову. Дорогие учащиеся Селезневской средней школы, во-первых, мне хочется поздравить тех учащихся, которых заработали и получили заслуженные награды. Смотрю, одни и те лица участвовали в разных номинациях. То есть и выпускники школы, и учащиеся школы чувствуют, что они любят и дорожат честью своего учебного заведения. И, надеюсь, так будет и упреть. Дорогие выпускники 2014 года, совсем недавно, 11 лет назад, маленькими пришли, переступили в школьный порог. Незаметно пролетели школьные годы. Ну, как незаметно. Здесь вы приобрели своих друзей. Кто-то встретил первую любовь. Здесь хочется в этой связи поблагодарить родителей, педагогов, которые, будем говорить, заложили фундамент для вашей будущей жизни. И который в течение всей жизни не даст эту трещину. Волнуются сегодня и родители. Ведь вы покидаете не только школу, но и родительский дом. Ну, куда... Во-первых, я пожелаю вам достичь поставленной цели. Надеюсь, у каждого она выбрана. Но куда бы вы не поступили, какие бы высот не достигли, всегда помните, что вас любят и ждут дома, в школе. И всегда родители будут ждать. И не стесняйтесь на... Не стыдитесь, говорите хорошие слова. И иногда, ну, сотовая связь работы, позвоните. И еще раз мне хочется вас поздравить в этот замечательный день. И пожелать вам успеху, удачи, удачи в выпускных экзаменах, получения аттестата зрелости. И еще запомните, что здесь вы выбрали друзей. Будьте в выборе, будьте в выборе дальнейших. Много друзей не бывает. Их бывает два-три. Если много, то их нет. В добрый путь. Счастья и удачи. Слово предоставляется Пулакановой Зинаиде Сергеевне. Дорогие ребята, осталось совсем немного времени, когда вы покинете этот школьный порог. Позади останутся любимые уроки, долгожданные перемены, суета и переживания перед сдачей ЕГЭ, и ожидания итогов. Впереди для вас самостоятельная студенческая жизнь. Но где бы вы ни были, куда бы ни забросала вас судьба, всегда и везде оставайтесь порядочными и честными людьми. И никогда не забывайте свою малую родину, потому что именно из деревни вышло очень много известных и талантливых людей. Никогда не забывайте своих родителей, потому что и в 30, и в 40, и в 50 лет вы для них остаетесь все равно детьми. Никогда не забывайте своих учителей, потому что для вас они остаются теми мальчиками и девочками в нарядной школьной форме, которых родители перевели первый раз в первый класс, и потом постепенно они уже перерастали в самих учителей. Как я уже говорила, что глубинка богата талантами. Богата и наша Селезневская земля, и наши, конечно, выпускники. В этом не исключение. Вот ребята принимали участие буквально во всех мероприятиях, которые проводил Дом культуры и библиотека. И сейчас, конечно, я хочу для них сказать добрые слова, ну и подарить такие скромные незамысловатые подарки. Саша Исаенко. Мы вот решили подарить такой небольшой кошелек. Здесь уже есть значка маленькая. Но чтобы ты сюда ложил не только деньги, но и свои успехи и свою удачу. Саша. Блистал, блистал на сцене Селезневского Дома культуры. Играл в интермедиях и сценках. Танюша Акуленко. Участница нашей художественной самодеятельности. Поет у нас в вокальной группе Радуница. Танцует. Участвует во многих библиотечных мероприятиях. Знает слова не только свои, но и подсказывает мои. Танюша, пожалуйста. Люда Гурианова. Это наша ведущая. Неоднократно выступал он не только на сцене Селезневского Дома культуры в библиотеке, но и на сцене Вележского Дома культуры. Вместе с Иларионовой и Маргаритой они являются лауреатами районного конкурса «Вележские самоцветы». Людочка. Пожалуйста. Анжелика Симонкова. Вы знаете, очень много мероприятий, которые я проводила для детей, очень много мультфильмов, очень много музыки и документальных фильмов, скачаны у нее дома на ее компьютере. Это было безотказно. Поэтому, Анжелика, спасибо тебе большое. А сейчас я хочу сюда пригласить нашего общего ребенка Дома культуры и библиотеки Иларионову Маргариту. Вы знаете, на протяжении нескольких лет она была нашей верной помощницей. И мы никогда не слышали от нее слова «я не могу», «не хочу», «мне некогда». Она успевала везде. Она поет, танцует, руководит детским танцевальным коллективом, рукодельница, самый хороший мой читатель. И поэтому мы хотим ей сказать большое-пребольшое спасибо. Это еще... Вот это библиотечный домовой. Пусть Маргарита, он тебе везде приносит удачу. И еще Маргарита Иларионова награждается за активное участие в массовых мероприятиях в Селезневской сельской библиотеке. Диплом участника литературного конкурса «Идем отечества нам сладок и приятен» присужден Иларионовой и Маргарите. Это по Грибоедову писала сочинение. Спасибо. Так, я хочу сказать, что все мероприятия, которые я проводила, очень много мероприятий, проходили в этом одиннадцатом классе и с ними. И, конечно, всегда мне навстречу шла их классный руководитель Тиваненко Светлана Николаевна. Я ей очень благодарна. Она мне очень помогала. Поэтому я тоже хочу при всех вручить ей такую вот грамоту. АПЛОДИСМЕНТОМ Ну, можно я еще вручу? Всегда приятно, когда много народа, когда гордятся родители и приятно детям. Я говорила, что наши селезненцы очень талантливы. И у них, конечно, хорошие руководители. И много их работ, и рисунки, и поделки были отправлены на областные и районные смотры конкурсы. И сейчас я хочу наградить. Итак, грамотой награждается Кристина Репей за творческий вклад и участие в четвертых Кирилла Мефодиевских чтениях, проведенных в городе Вильжи. Елизавета Захарова за участие в четвертых Кирилла Мефодиевских чтениях. Аня Футио, вот она уже закончила школу. Нет ее, наверное, да? Юля Арсеньева за личный вклад и участие в четвертых Кирилла Мефодиевских чтениях. Юлечка. Даша, да. Даша, пожалуйста. Награждается Ивашкова Юля за участие в областном творческом конкурсе «Все дети талантливы», посвященном 80-летию со дня рождения Юя Гагарина в номинации «Большое космическое путешествие». Мироненко Маргарита. За участие в творческом конкурсе «Все дети талантливы». Логосев Григорий. За участие в творческом конкурсе «Все дети талантливы», посвященном 80-летию со дня рождения «Гагарина». Ну и, конечно, я не могу не наградить своих помощников. Это Захарова Елизавета за активное участие в массовых мероприятиях Селезневской сельской библиотеки. Семенюк Мария за активное участие. И еще раз Арсеньева Даша. Даша, подойди, пожалуйста. Вам всего доброго, выпускникам удачи, успехов и пусть с вами всегда будет ваш ангел-хранитель. Уважаемая Зинаида Сергеевна, позвольте поблагодарить вас за значительный личный вклад в развитие образовательной системы нашей школы. Нелегкий труд по созданию благоприятных условий для развития обучающихся, а также выразить восхищение уровнем вашего профессионализма, целеустремленности, организаторским и творческим качеством. Благодаря которым наша школа достигла определенных успехов в деле образования подрастающего поколения. Последняя четверть, весенняя четверть, в руке замирает мелок. На школьной доске мы старательно чертим параболы наших надежды тревог. Последняя четверть, весенняя четверть, спасибо, учитель, тебе за то, что, войдя в школьный класс на рассвете, ты остался в сердце у нас и в судьбе. Спасибо первой учительнице выпускников Галине Константиновне Кулабуховой. Учитель, путеводная звезда, нет никого роднее и дороже, так пусть нам светят долгие года, вас позабыть никто уже не сможет. Слово предоставляется классному руководителю выпускников Светлане Николаевне Тиваненко. Дорогие мои выпускники, любимые мои дети, наступил тот день, которого мы ждали и боялись одновременно. Сейчас для вас прозвенит последний звонок. С одной стороны, это момент расставания, с другой стороны, это начало вашей новой жизни. Вспомните, как совсем недавно вы, любопытные, маленькие, первоклашки, пришли на свою первую линейку. Смешные белые банты, огромные букеты цветов, радостные улыбки на лицах. И вот перед нами уже юноши и девушки с серьезными взглядами, со своими планами на жизнь. За эти годы вы становились мудрее и умнее. И постоянно, постепенно забывали свои первые неудачи, первые двойки. Как не хотелось вставать по утрам в школу, как не хотелось по вечерам учить уроки. Пройдут годы, забудутся отдельные моменты, но ваши воспоминания о школе всегда будут теплыми и полными любви. Сейчас вы у самых дверей, которые ведут вас во взрослую жизнь. Что за ними, неизвестно. У вас будут и радости с победами, у вас будут и огорчения с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, ребята, вся прелесть которой заключается в решении сложных задач. Но как бы вам не было непросто, вы должны оставаться прежде всего людьми. Оставаясь человеком с большой буквы, вы обязательно найдете свое счастье, вы найдете свою любовь, вы найдете призвание. Я очень верю, что в жизни у вас все получится. Будутся все ваши заветные мечты. Не бойтесь жить. Пускайте добро, верьте в себя, верьте в свои душевные силы, которые помогут вам постоянно идти вперед. Не забывайте школу, не забывайте меня. Будьте счастливы, я вас очень-очень люблю. Знают родители, знают и дети, счастье лишь добрым бывает на свете, счастье по-своему все выбирают, если родители нас понимают. На сегодняшнем праздничном мероприятии присутствуют гости, которые тоже запомнят этот праздник на всю жизнь. Конечно же, это ваши родители. Помните, как вы привели, кажется, совсем недавно маленьких детишек, мальчиков и девочек, а взгляните на них сегодня. Выросли замечательные дети. Слово для поздравления предоставляется Иларионовой Галине Анатольевне. Помнится, будто вчера мы шли с букетами нарядно одетыми детьми, спешили в школу познакомиться с первой учительницей. Дети из удивленных, жаждущих знаний превратились в достойных выпускников. Родители в семье, учителя в классе воспитывали, преподносили жизненные уроки. Совместными усилиями мы проделали этот школьный путь как мореплаватели. Были штормы, были штили, но ребята упорно двигались только вперед к новым знаниям, как к новым землям. Я хочу пожелать выпускникам, чтобы они путешествовали по этому большому огромному жизненному океану с таким же трудолюдьем и целеустремленностью, а мы со своей родительской любовью всегда их поддержим. поддержим и дадим дельный совет и пожелаем всегда удачи. Доброго пути вам! Для поздравления слово предоставляется нашим самым маленьким ученикам, только поднявшимся на первую ступень школьных знаний. в классе вы стоять не смогли, к вам на праздник сегодня пришли. Мы не просто Сережа и Лена, представляете, мы ваша смена. посмотрите на нас, ведь недавно вы были как мы. Вы пришли в первый класс, трудно было вам всем, а теперь вы сильные стройные. Когда пришли мы в первый класс, первый раз боялись вас. Одиннадцатый класс нас чуть видных от земли вы перешагнуть могли. Мы желаем вам возле всего сделать, чтобы мы все всегда ключом не любились и учиться работать, что сновлять не заясь стройностям, на милость. Мы желаем вам веселость не терять, ни в какой беде не унывая, и тогда вам жизнь поставит пять, радугу пред вами раскрывать. Пусть, как песня, ваша жизнь поется, пусть и в зной, и в стужу, и в пугу, только добытает, сердце льется. Теперь пожелания. Пожелания. Что поступить могли бы, вам потребуются силы, и поверьте мне, друзья, без воды никак нельзя. Непростая та вода, и селезневской школы она. И второй подарок вам тоже необычный. Воздух школы дали вам очень пригодится. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ выпускники. Вам сегодня столько много пожелали. Ваш адрес прозвучало столько теплых слов. Теперь ваше слово. Кажется, было совсем недавно. Первые тетрадочки письменная. Первая наша нетвердая мама. Первая школьная наша весна. АПЛОДИСМЕНТЫ Но школьный роман подошел к эпилогу, а значит, почистая счет панчужет. Последний звонок мы подводим итоги делам нашим за 11 лет. И главный итог обратимся к истокам. Ведь школьная жизнь далеко не игра. Здесь главное мы получили уроки. Уроки надежды, любви и добра. 11 лет всего лишь миг с точки зрения бесконечности. Школа, ученик, учитель это понятие вечное. Давайте вспомним, как все начиналось, как мамы за руку вели нас в первый класс и как в первый день в школе волновалась учительница первая за нас. Дорога наша Галина Константиновна, вычитали наши первые каракули, за руку везде водили нас. Сколько раз мы от бессилия плакали, правда смеялись столько раз. Теперь мы большие и взрослые люди, но ваших уроков мы не забудем. Пусть время и будет лететь бесстратично, но первый учитель понятие вечное. Сначала Галина Константиновна была для нас самым главным человеком в школе и даже в стране. Но потом мы узнали, что оказывается в школе есть еще и директор и от него тоже кое-что зависит. Даже не кое-что, а практически все. Уважаемая Алла Ивановна, за то, что к знаниям вели, на трудности не обратив внимания, лишь благодарности одни вам выражаем на прощание. Мы пожелаем вам добра и синевы над головами, побольше радости, тепла, побед и меньше расставаний. И даже если вдруг всплакнуть, вы захотите на прощание, то знайте, мы выпускники, мы говорим лишь до свидания. А вот вы мне можете объяснить, зачем нужны классные руководители в старших классах? Ну как зачем? Ну сам по сути. Точь себя утром встретит и уточнит, что урок начался 10 минут назад. А когда ты соберешься сбежать с уроков, кто поймается на последней ступеньке лестницы и отведет в класс, не позабыв напомнить, что у тебя и так больше всех прогулов. Кто еще позвонит твоим родителям и скажет, что у тебя сгорает желание встретиться с ними. И причем чем раньше, тем лучше. А вот говорят, что класс похож на своего классного руководителя. А это значит, что мы такие же умные, воспитанные, дисциплинированные, эрудированные, как наша Светлана Николаевна. Любимая, дорогая наша Светлана Николаевна, спасибо за то, что любили вы нас, за то, что вложили вы в нас очень много, за то, что в печалях, в заботах, в тревогах следили за нами почти каждый час и были надежны и верны оплот. Заботу и ласку свою нам дарили, горением своим школьный путь проходили, путь, полный веселых и грустных забот. Мы с вами так много о жизни узнали, это у нас никогда не отнять. И можем теперь мы смело сказать, что вы нашим другом преданным стали. Мы вам доверяли все тайны свои, когда неудачи у нас возникали, то мы к вам всегда прибегали и вы вдохновенно утешить могли. Нам лишь остается спасибо сказать за то, что вложили вы в нас очень много. Уйдем мы скоро со школьного порога, но вас будем мы всегда вспоминать. Дорогая Ольга Григорьевна, для общения и дружбы, для поездок и стихов, для работы очень нужно людям знание языков. Труд учителя бесценен. Вам спасибо и поклон. Счастья, радости, везения вам желаем все с теплом. Уважаемые Тамара Семеновна и Вадим Николаевич, вам известна формула удачи, труд, терпение, вера в результат. С вами даже сложная задача, кажется простым для ребят, с оптимизмом, с искренней любовью, пожелания светлых, ясных дней. Спасибо. Спасибо. Скажи-ка, а ты когда-нибудь был юнатом? Нет, А я знаю такого человека, который остается юнатом всю жизнь. Это Денис Вячеславович. Именно он показал нам, как хрупый и прекрасен этот мир. А еще он научил нас пользоваться компасом и теперь мы путешествия по дорогам жизни не забудем. Уважаемый Денис Вячеславович, загадки, тайны интересные, природные законы строгие, про факты очень интересные мы узнаем на биологии. Благодарим вас за терпение, за объяснения понятные, желаем счастья, вдохновения, везения невероятного. Представляешь, как не повезет нашим потомкам и придется изучать столько новых дат и событий, которые сотворим мы. Да, историю лучше творить, чем учить. Уважаемый Олег Васильевич, спасибо вам за все хорошее, за информацию полезную, за оживляющее прошлое, был тайно сокровенный, за то, что скрытое и явное, вы объясняете старательно. Пускай труды, а это главное, плоды приносят обязательно. отгадай-ка, в каком школьном помещении ученики готовы провести 7 уроков подряд? Ну, наверное, столовой. А вот и нет, спортзале. Да, сколько прекрасных моментов мы провели на скамейках спортзала. Мы узнавали последние новости, учили домашние работы, списывали домашние работы, но никогда у нас не возникало вопроса, чем занять эти 45 минут. Но Владимир Николаевич всегда возвращал нас к жестокой действительности. Уважаемый Владимир Николаевич, как чудесно быть активным, бодрость духа сохранять, в форме крепко и спортивно, неизменно пребывать. За отличным настроением школьники в спортзал спешат и с огромным уважением вам спасибо говорят. А мне кажется, что самый главный в школе предмет это ОБЖ. Ага, помнишь, приходишь на урок, а тебе с порога. Явился, а я уже собрался тебе в этот стол двойку ставить. Ну что, реферат принес? А ты? У меня принтер сломался, я флешку потерял. Но я все принесу на следующей неделе. Уважаемый Анатолий Иванович и Евгений Осинович, жмем вашу жилистую руку за вашу сложную науку. Бывали мы порой капризны, но вы готовили нас к жизни. Даем вам в этом слово, что долг мы всегда готовы свой выполнить. А мне кажется, самые полезные уроки в школе это уроки технологии. На них мы учились вещам, без которых невозможно представить нашу жизнь. готовить, шить, вышивать, вязать, точить, пилить, стругать, работать на станках. И рядом с нами были наши наставники, которые в любой момент могли прийти нам на помощь. Баранов Виктор Владимирович, Верейкина, Наталья Егоровна, уважаемая Наталья Егоровна, за терпение вас и труд благодарим. Спасибо вам за доброту и ласку, ведь все уроки ваши просто сказка. Еще раз от души благодарим. Уважаемый Виктор Владимирович, спасибо вам за долгое терпение, за знания, подаренные нам. Чтоб нам легко было обучение, всегда вы помогали нам. Мы благодарны всем учителям, которые вели нас по дорогам знаний. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Последний звонок, застыли слёзы, Учителям мы дарим розы, И слёзы не шло, ни гофе, ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, Те, кто был с тобою, Разбегутся друг от друга, Новый мир откроют. Светланы учебники, Вот, а ты снимаешь первые каникулы, Ты во всем скучаешь. Последний звонок, простые слёзы, Слезная жизнь, вилошкольные грёзы, Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слёзы, Учителям мы дарим розы, И слёзы не шло, ни гофе, ни два забыть. На долгие 11 лет школа стала для нас вторым домом, Где всегда было чистое, теплое, святое. И за этим незаметный труд людей, которые тихо, незаметно выполняли свой долг. Гардеробщицы и повара, технички и дворники, ходник и электрик. Низкий вам поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слишком редко дарим ей цветы И свои обиды носим к маме И печали к ней идем делить А мама все равно нас любит Что бы ни случилось, не предаст Все простит, обиды все забудет Руку, душу, сердце все отдаст Мамочка моя родная, эти нежные строки тебе Самая родная, самая красивая, самая милая на этой земле Пусть печали в твой дом не заходят Пусть болезни пройдут стороной Я весь мир положила в ладони И отдала в тебе одной Но этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту Я всю жизнь моя милая мама Пред тобой в неоплатном долгу Спасибо, родная, за то, что растила За то, что взамен ничего не простила Что горе и радость деля пополам Во всем лучшей доле желала для меня Красива, заботлива, нежна и нежна Ежедневно и вечно ты мне нужна Дорогие родители, примите от нас эти цветы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Услышим сегодня, в последний разок, под песню Розунки сигнал расставания, печальный, прощальный, последний звонок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и прошло ваше детство, которое не догонишь и не поймаешь. Конечно, каждый из вас будет его вспоминать. Хочется пожелать вам много радости, улыбок, любви и добра. Звени звонок, веселый, грустный, дерзкий, ждет жизни вас другой урок, уходит тихо детство. Звени звонок, звени звонок, ведь юность где-то рядом. Вам жизнь свободный путь открыт, счастливо вам, ребята. Право дать последний звонок на последний урок предоставляется ученику 11 класса Исаленко Александру и ученице 1 класса Наташи Петровой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый путь, дорогие выпускники. Торжественная линейка объявляется закрытой. Право покинуть торжественную линейку предоставляется выпускникам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...